Добрый вечер, Гомель! На Беларусь 4 прямой эфир. Меня зовут Наталья Волынец. И сегодня у нас в студии яблочное страсти. Как говорится в известной пословице, месяц, август, яблоками пахнет. Вот такой вот сочный, казалось бы, совершенно обычный для нас фрукт. А ведь на самом деле это древнейший из плодов, которым когда-либо лакомился человек. Вы знаете, во многих культурах именно яблоко ассоциируется со здоровьем, счастьем, любовью. И вы знаете, у славян даже была такая традиция приносить матери новорожденного ребенка яблоко, для того, чтобы малыш набирался жизненных сил. Вообще, согласитесь, дорогие друзья, в этом году пора яблочная просто радует нас обильным урожаем. И вот что с ним делать? Задаете вы вопрос в своих сообщениях, в своих письмах. Вот как сохранить яблоки подольше, как правильно готовить блюдо с этим фруктом. Вот, например, надо ли очищать кожуру или можно есть семечки. Ну, сегодня, дорогие друзья, мы раскроем яблочные секреты и обязательно развеем яблочные мифы. И помогут в этом гости в студии. Итак, как вырастить роскошные яблоневые сады? Какие ошибки чаще всего допускают садоводы? Об этом расскажет директор фермерского хозяйства Владимир Мещерский. Владимир Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Кстати, спасибо вам большое за эти чудесные яблоки. Я уже попробовала, дорогие друзья, сочные, ароматные. Вот как бы ел, ел и ел. Спасибо. Настоящие. Настоящие. Спасибо большое. Но все ли яблоки одинаково полезны и правильно ли, и как правильно их употреблять с кожурой или без? Ответ на эти и другие вопросы знает диетолог Юлия Гошкис. Юлия сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Юлия. Юлия, как относишься вообще к яблокам? Любите? Потрясающе отношусь. Люблю. Очень много у нас всегда их дома. Особенно осенью, когда это только новый урожай. Это и компоты, и пироги в свежем виде, и запеченные. Поэтому, да, очень положительно к ним отношусь. То точно вы сегодня герой нашей программы. Эти аплодисменты для вас. Спасибо, что пришли. А вот как правильно заготавливать яблоки, и что можно готовить из этих спелых фруктов? Какие варианты используют современные хозяйки своими советами и рецептами? Поделится сегодня в этой студии гомельчанка Ксения Литвин. Ксения, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я так понимаю, это яблочный пирог сегодня у нас в гостях вместе с вами. Да, это шарлотка. Шарлотка. Ну, любая хозяйка имеет несколько рецептов шарлотки. Я бы даже сказала, что у каждой хозяйки есть такой рецепт. Чем же знаменит и примечательен ваш этот пирог яблочный? Он у меня пышный за счет яиц. Я никакой соды сюда не добавляю. Это ваш самый главный рецепт? Ну, да. Вы знаете, так пахнет, такой аромат идет, и яблоками, и сдобами. Корица, корица. Корица, да. Вот так и хочется попробовать кусочки. Я вот думаю, может, вы отрежете. Нет, Наталья, в следующий раз для вас. Сегодня не для вас. Извините. Я хочу, чтобы этот пирог достался тому, кто правильно ответит на вопрос. Тогда мне придется действительно объявить, дорогие друзья, конкурс. Это такая традиция нашей программы. Конкурс победителя сегодня ждет. Такой вот сладкий приз от Ксении Литвин. Яблочный пирог, шарлотка. И раз Ксения пришла с пирогом, тогда и вопрос, Ксения, тоже от вас. Да, будет вопрос у меня. Яблочный, около яблочный. Мне хочется задать его. Сколько лепестков у цветка яблоньки? А, то есть когда яблоня цветет? Когда цветет. Пусть вспомнят весну. Вот самые наблюдательные, внимательные, дорогие друзья, звоните в студию 34-22-43 и отвечайте на вопрос нашего конкурса. Победитель получит сегодня яблочный пирог от Ксении Литвин. 34-22-43. Дорогие друзья, сегодня говорим о яблоках, конечно же, не случайно. В былые времена крестьяне обязательно пекли пироги из первого рожая яблок, варили из них компоты и приглашали гостей. Так наши предки встречали яблочный спас. Любимый в народе праздник, которым тесно переплелись сегодня и церковные, и народные традиции. И вот в ближайшее воскресенье, через несколько дней, 19 августа, мы будем отмечать яблочный спас. Ксения, какие вот есть традиции этого праздника в вашей семье? Ну мы, как все православные христиане, ходим в храм, освящаем яблочки и целый день сидим на яблоках. У нас диета. Яблочный спас, яблочный день. Спасибо большое. Дорогие друзья, с яблочным спасом действительно связано очень много примет, очень много поверьей, которые сохранились до наших дней. Например, по одному народному поверью, если первое съеденное на спас яблоко будет сладким, то и жизнь будет полна радости. Я понимаю, что до спаса еще несколько дней, но Ксения так аппетитно натирает яблоки. Попробуйте какое-нибудь и скажите, сладкое или нет. Ой, что-то мне жалко их пробовать. Яблоки для того, чтобы их есть. Ксения, мы ждем и даже поддержим. Ну я бы съела вот это яблочко. Самое сладкое. Самое сладкое, вот говорит Владимир Александрович. А как называется? Пирос. Пирос, такой сорт. Ну что ж, снимите пробу. Я думала, что это слава победителю. Ну, вот многие так думают и ошибаются. Я думаю, что сегодня мы развеем некоторые. Оно действительно не слава победителю, оно другое. Оно такое ароматное. И сочное. И сочное. Наши зрители уже облизывают. Может, мне не есть при вас? Ешьте, при нас ешьте. Мы пока поговорим и услышать хочется вашу реакцию. Вообще, дорогие друзья, о традициях праздника мы расскажем далее в нашей программе. И перед тем, как пригласить следующих участников, мне хочется все-таки, чтобы Ксения попробовала. Ммм. Ммм. Аплодисменты. За храбрость. Это действительно вкусно. Приятного аппетита. Дорогие друзья, я хочу пригласить в студию музыкантов. Это известная самобытная группа Егорова гора. Встречаем. Ребята, добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть вас в нашей студии. Проходите, пожалуйста. Взаимно. Присаживайтесь. Видите, у нас тут яблочные страсти. Каждый из вас может сегодня полакомиться яблоками, попробовать. Ксения угощает, можно так сказать, с Владимиром Александровичем сегодня всех. Как вообще к яблокам относитесь? Отлично. Положительно. То есть уже, скажем так, готовы пробовать. Конечно. И у каждого, наверное, есть какая-то история с яблоками связанная. Игорь. Да, есть история. Ну, мое детство прошло среди яблок. Я в детстве очень часто жил, можно сказать, у дедушки с бабушкой здесь в городе на улице Пролетарской около парка. Был большой сад у деда, где-то около десяти соток. И, ну, я был главным помощником, потому что лазил на деревья собирать рожай. Вот яблок было очень много. Кстати, это очень редко. В то время у меня дед даже возил в Ленинград. Яблоки продавал по осени. Вы знаете, мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Это, наверное, уже ответ на вопрос нашего конкурса. Ксения, давайте напомним еще раз вопрос. Сколько лепестков у цветущей яблоньки? Вот так вот сказала жующая таким сочным яблоком Ксения. Дорогие друзья, если вы знаете ответ на этот вопрос, звоните 34-22-43. Но есть уже один вариант. Сейчас послушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами знакомиться. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте. Как вас зовут? Оксана. Оксана. Сколько лепестков на цветочке яблок, яблони? Знаете ли вы правильный ответ? Ну, я не знаю, правильно ли нет, потому что вот сирень взять, да? Все ищут там, какое-то количество было лепестков или такое. Ну, сколько я видела и наблюдала, то на яблоньем цвету 5 лепестков. 5 лепестков, Ксения? Правильный ответ? Я еще все-таки уточню, Владимир Александрович, 5? Уточните. 5 есть, но есть и махровые сорта, которые цветут махровыми цветочками. И их много, многочислено. Ну, мы берем стандартные. А стандарт 5, да. То есть, правильно, Оксана, вы победили, и этот яблочный пирог шарлотка достается вам. Ну что ж, дорогие друзья, для тех, кто не успел выиграть этот сладкий приз, я бы хотела попросить рецепт. Ксения, расскажите нам в двух словах, и попрошу показать этот рецепт, чтобы вы могли утешиться и приготовить такой же пирог дома. Обязательно готовьте, он очень вкусный получится, если взбить 5 белков, да, 5 штук, 1 стакан сахара, муки 1 стакан, но можно еще посмотреть, если яйца маленькие, то можно 5, можно муки 1,5 стаканчика, яблоки 4 штучки, но таких, наверное, 2. Ванилин и корица, да. Белки я взбивала отдельно, очень долго взбивала, потому что венчиком. И даже за счет этого такое пышное получается. Да, 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 но только без сахара. Сахар постепенно потом добавляла, потом желтки отдельно, и потом медленно муку, чтобы оно, консистенция была такая, как надо, нужно медленно муку, чтобы все как положено было. Выливаем в формочку, смазанную маслом, и аккуратненько вкладываем сюда яблочки. Сверху посыпаем сахаром, чтобы корочка такая была вкусненькая, как безе такое, и с сахарком, а, и корицей. И все, вот такая красота. Спасибо, эти аплодисменты Ксении. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что у нас сегодня в гостях музыканты, это группа Егорова Гора, это не просто, кстати, музыкальный коллектив. Ребят, вы собираете местный фольклор, традиции, обязательно знаете, как жили наши предки, наши бабушки, прабабушки. Яблочный спас. Вот почему этот праздник так важен для белорусов? Расскажите нам. Один из таких самых почитаемых праздников. Очень часто также и проводились ярмарки на этот праздник, особенно в селах, где в церкви был это престольный праздник. Обязательно светили яблоки нового урожая и другие плоды, которые уже к этому времени поспевали. Конечно же, собирала все родня, приезжали гости, и это большой праздник, который в ближайшее воскресенье будет. Вот, например, в тех же бабищах Чечерского района будет праздник как раз. Я думаю, он будет во многих районах. Ну, в принципе, основные традиции, они как-то сохраняются, согласитесь, да? И сегодня, вот Ксения говорит, что тоже и в церковь ходят, и яблоки употребляют, и гостей приглашают. А какие блюда, вот знаете ли вы, какие рецепты были у наших бабушек, дедушек, в наших деревнях, вот что готовили к яблочному спасу? К яблочному спасу, ну, яблоки. Моченые, наверное, да? Ну да, и моченые в том числе. Первые, я думаю, свежие. Свежие, ну, конечно. Вот, кстати, у нас моченые есть яблочки. Моченым яблокам нужно время, чтобы они созрели. А у нас уже есть, это, наверное, первый белый налив, нам уже принесли, угостили. Да, вы, кстати, Игорь, можете попробовать. Да, я думаю, что моченые вкусные все-таки. То есть больше это были свежие, запеченные. Моченые, вот я знаю, у меня родственники только вчера. А как же? Только поставили, да? И в прошлом году готовы были где-то так, когда уже было холодно. А раньше, Игорь, раньше уже пробовали моченые яблоки? Ну, когда-то, конечно, пробовал. Он с медом пробует его. Я пробую с медом. О, моченые с медом. Ну, а как? Деликатес. Деликатес. Ну, как? Это уже яблоко. Очень ароматное яблоко. Очень ароматный мед. Давайте поддержим, да. Позавидуем немножко Игорю. Спасибо. И по усам текло, да, Игорь? По усам текло. Главное, чтобы попало. Отлично. Нет, это запас. Ну что ж, теперь с вас. Теперь с вас рецепт яблочного блюда. Поделитесь каким-нибудь рецептом. Самое простое. Яблоки порезать кубиками. На сковородку. Со сливочным маслом. С сахаром. И потушить до готовности. И все. Сладенько, вкусненько. Юлия, вопрос диетологу. Что скажете про это? Это бомба. Это антидиетологическая бомба, конечно. Яблоки с сахаром, с маслом. Это безумно вкусно. На сковородке. Это очень вкусно. Да, это очень вкусно, конечно. Но диетологи за такое будут ругать. Вот. Яблочки все-таки, если тушить это либо в собственном соку, водички, с сахара, лучше брать сладкие сорта, чтобы сахар не сыпать. Вот. Ну, если уже кисненькие, можно чуть-чуть добавить. Ну, согласитесь, все-таки хорошая традиция, да, придумывать что-то новое на Яблочный Спас, какие-то готовить интересные, пробовать рецепты. Вы знаете, а есть ведь еще одна традиция на Яблочный Спас, это провожать лето песнями. Вот так вот аккуратненько я подвожу к песне, дорогие друзья. Вот прямо сейчас на Беларусь-4. Егорова гора. Встречаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Она должна сегодня прозвучать еще, по-моему, у нас в эфире. Нет? Не планировали? Очень жаль. Дорогие друзья, я хочу просто напомнить, что на Беларусь 4 прямой эфир. Сегодня у нас тут яблочные страсти. И после рекламы мы обязательно раскроем секрет выращивания яблоневого сада и расскажем, как правильно заготавливать и как правильно употреблять яблоки. Сразу после рекламы. Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня у нас яблочные страсти. Как вы заготавливаете яблоки, делитесь рецептами по телефону прямого эфира 34 22 43, оставляйте свои рецепты и сообщения в Вайбере, а также задавайте свои вопросы участникам прямого эфира. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях известный белорусский фермер, это директор фермерского хозяйства Владимир Александрович Мещерский. Владимир Александрович, вот что скажете про урожай яблок в этом году? Спрашиваю, потому что часто появляются новости, что где-то яблоня в августе второй раз зацвела у кого-то в хозяйстве в каком-то районе. А у нас как? У нас очень хороший урожай яблок. То, что касается нашего сада, у нас не зависит ни от погодных условий, у нас ежегодное плодоношение. И поэтому в этом году он точно такой же урожай, как и у всех. Ну, вы знаете, вот эти яблоки, которые сегодня в нашей студии, я повторюсь, да, это вот Владимир Александрович принес у своего фермерского хозяйства. Удивительные яблоки, красивые, сочные, очень вкусные. Скажите, пожалуйста, раскройте нам секрет, как вырастить вот такой урожай яблок? Подскажите нашим садоводам. Ну, самое большое заблуждение всех садоводов, это посадил яблоню и 50 лет собираешь урожай. И ничего не делаешь. Да, и ничего не делаешь, да. Такого не бывает. Для того, чтобы получить хороший урожай, нужно ежегодная обрезка сада, первое. Потом нужно обязательно хорошая подкормка, хорошая обработка сада. Для того, чтобы вырастить такой урожай, нужен еще и, как говорится, шарм какой-то человеческий. Шарм человеческий. Можно задать несколько личных вопросов? Вы во сколько вообще просыпаетесь и в сад отправляетесь? Ну, да. Вопрос интересный, супруга засмеялась. Ну, я обычно в 4-5 уже на ногах. Уже в саду, грубо говоря? Нет, на ногах, в саду в 6. Во сколько вы ложитесь? Я спрашивать не буду. А скажите, вот как часто по саду бродите, там, яблочки пробуете? Ну, вы знаете, километров 6-10 я за день прохожу по саду, это да. Яблоки пробую каждый день. И этим я определяю их спелость. Даже шутка ходит у моих коллег. Если Владимир Александрович укусил один раз яблоко, значит, оно еще не зрелое. Если два раза укусил яблоко, уже пошли собирать. То есть поэтому здесь вот такая шутка ходит. Но действительно, для того, чтобы яблоко хранилось, вот вы задавали вопрос, нужно его вовремя собрать. Для того, чтобы вовремя собрать яблоко, нужно знать его физиологические свойства. Есть два вида спелости. Это техническая и физиологическая. Техническая спелость – это если яблоко уже набралось полностью всех питательных веществ и крахмалов, и оно больше не развивается, это начинает желтеть семечко. То есть разрезая яблоко, посмотрели, если семечко белое, значит, еще яблоко не имеет технической спелости. И съем еще рано, оно завянет в процессе хранения. Если разрезали семечко черное, значит, уже яблоко не хранится. Его нужно кушать сейчас. Вот мне интересно, какие семечки попались вам, Ксения, когда вы яблоко разрезали? Сейчас, подождите. Вы за семечками? Да еще одно отрежьте, может быть, яблочко. Так, подождите. Они коричневые. Давайте покажем. Коричневые. Получится показать, ребят, получится показать. Да. Все, эти целые яблоки. Это самый ранний сорт, один из самых ранних сортов. Это пирос, это европейский сорт. Очень хорошо он у нас плодоносит, очень дает хорошие результаты. И уже где-то в 20-х числа июля мы его уже снимаем и реализацией занимаемся этим яблоком. Вы знаете, Владимир Александрович, хочу предложить такой небольшой эксперимент для участников нашей сегодняшней программы. Итак, вы назвали как-то яблок? Сорт называется пирос. 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 Вот. Дорогие друзья, давайте мы с вами сейчас назовем известные вам сорта яблок. Я первая. Антоновка. Штрифель. Что еще? Знаете, все говорите. Можно показать, Антоновка. Дальше. Малиновка. А чего вы одна? Все по порядку. А вот Игорь сейчас должен следующее придумать. Да, Игорь. Игорь. Так она перечислила все. Все, которые вы знаете. Не подсказывает. Владимир Александрович, подождите к девочке, еще что знаем. Юлия. Я знаю. Да, говорите. Пепелька. Так. Пепенка. Пепенка? Пепенка. Зоси, засчитали, засчитали. Пепенка, шафран, это крупный. Я еще знаю. Так. Слава победителю. Еще какие? Вот, казалось бы, их так много, а всего лишь, что мы... Я знаю еще. Путинка. Путинка. Так. Юлия вообще не знает ничего, кроме того, что перечислили. Ну вот на самом деле, скажем так, насколько много сортов сегодня на Гомельщине выращивают яблоки? Ну, до ста, наверное, сортов. До ста. А мы даже десять не перечислили. Какие самые популярные? Самые популярные, конечно, вот у народа, да, будем говорить, у населения, да, это вот то, что назвали коллеги, да, технических и очень много для заготовки сортов, очень много сортов для переработки, очень много десертных сортов, очень много сортов, которые для детского питания, диетические сорта. Да. Поэтому их около сотни только в Гомеле можно найти. Ну, а скажите, вот что бы вы посоветовали садоводам, которые, ну, стараются, вот, гонятся, вот, находятся в этой гонке за новыми сортами? Стоит это делать? Или вполне достаточно обойтись вот этими семью-восьмью известными на Белоруссии сортами яблок? Я приветствую поиск, да, потому что каждый человек, получая какой-то новый сорт, да, он его выращивает, он его пробует, нравится, значит, он его оставляет. Не нравится, значит, он его убирает, садит следующий, или делает прививку, или делает окулировку своим тем любимым сортом, который у него есть. И таким образом поиск, он всегда, как бы так сказать, полезен. Полезен. Владимир Александрович, ну, теперь, конечно же, наши дачники, наши садоводы, они вот сейчас сделали погромче телевизор для того, чтобы услышать самые важные советы. Почему получается плохой урожай, и какие ошибки чаще всего вот дачники допускают вот в своих яблоневых садах? Ну, да, это, есть очень много ошибок, которые допускаются, да. Это одна из ошибок, то есть они боятся обрезать дерево, им жалко его все время дерево, оно перегружается урожаем, плоды становятся мелкими, загущенность кроны, она способствует развитию болезни, она способствует развитию всяких микроорганизмов, всяких вредителей, которые там себя хорошо чувствуют, и потом съедают это яблоко, вроде бы яблоня красиво цвела, такая погода хорошая, садовод ходит, радуется, а в конце он получает или полностью все яблоньки лежат на земле, если не ухаживать за ними. То есть обрезка, это самое важное. Основной уход, это обрезка. Для того, чтобы яблоня плодоносила каждый год, все как-то так заблуждаются в том, что яблоко через год плодоносит яблоня, да? Это ошибка. Это ошибка. Каждый год яблоня должна плодоносить. Для этого есть обрезка, есть специальные технологии, которые позволяют яблони плодоносить каждый год. Если мы вот посмотрим на эту ветку, да, но она ничем, как бы сказать, не отличается от тех веток, которые растут у судоводов. Но для того, чтобы получать каждый год урожай, нужно знать одно правило, что ветки, которые растут из верхних верхушечных почек, две, это проводник и конкурент, это побеги, отвечающие за рост растений, а не мужские. А все остальные, которые ниже третьей веточки, это все женские растения. Это за красоту там, да, отвечают? Каждый год мы выращиваем на конце веточек мужчин, а потом этих мужчин обрезаем. Так я все запомнила и поняла, какая хорошая... Веточка, которая смотрит внутрь кроны, мы обрезаем, женскую веточку мы обрезаем на третью почку, и таким образом мы формируем крону следующего года. Не жалко? Ну, как сказать, но если вы говорите, да, что это принесет урожай... Но зато это будет ежегодное плодоношение. Видели, какой я вам принес куст, букет, да? Да. Вот это у нас осенняя и зимняя обрезка, и весной деревья наши, как из парикмахерской, выходят девушки красивые, так наши деревья весной становятся. То есть, по большому счету, когда мы собираем яблоки, опадает листва, вот такая обрезка, это то, что, в принципе, способствует хорошему урожаю. Потом, на следующий год отсюда вырастет олень, отсюда вырастет олень, и опять мы делаем каждый год такую обрезку. Спасибо. Вот эти аплодисменты для вас. Я думаю, наши зрители тоже аплодируют. Мне кажется, много нового, да, сейчас мы узнали. Вот как иногда полезно действительно поговорить с профессионалом, с людьми, которыми посвящают свою жизнь какому-то вот такому увлечению настоящему. Ну, конечно же, меня не поймут, Владимир Александрович, если я не задам вопрос про рецепт яблочный. Какие у вас любимые рецепты? Или, может быть, как вы любите употреблять яблоки? Расскажите нам. Ну, вы знаете, яблоко – это уникальнейший продукт, фрукт, вернее, я так скажу. Вот если взять такие фрукты, как банан, допустим, да, или другой, слива, или груша, сколько вы назовете блюд? Ну, десяток, да? Яблоко может, как бы, быть около двух тысяч рецептов яблока только, да? Оно и печеное, оно и как гарнир, оно и как компот, оно и как компоненты пирога. Да, ваш вопрос, я отвечаю. Мое любимое блюдо – это яблоки в утке. Яблоки, а, то есть утка запеченная с яблоками, правильно? Ну, это да так, но я люблю яблоки в утке, понимаете? Яблоки в утке, ну что ж, вы нам будете показывать еще какое-то блюдо? Ну нет, еще есть очень мой любимый рецепт. Это яблочко, да, которое мы разрезаем и макаем в мед. В медик? Да. А-а-а. Да, и вот когда… Вот в этот, да? Да. Это гречишный, да? Это, кстати, мед тоже с вашего хозяйства. Гречишный какой-то еще у нас. Это тоже основа урожая, это не мед, основа урожая, а пчелы, которые его приносят, опыляя наши яблоки. Поэтому яблоки такие хорошие. Хороший какой медик. Но я ем яблоки со шкуркой. Слава богу. Да. То есть давайте пока там у нас происходит обмен опытом, Юлия, в двух словах, яблоки с кожурой надо будет? Мое самое любимое. Ну мы же понимаем, что яблоко – яблоку рознь, да? Если у нас есть свои яблоки, которые мы вырастили своими руками, и знаем, что там не добавлено ничего, то, конечно, со шкуркой, однозначно. То есть в них не содержатся витамины, как мы всегда говорили в детстве. Мякоть – это на 80% водичка. Все самое основное – это в шкурке. Спасибо, Юлия, большое. Игорь, надо попробовать. Конечно надо, обязательно. Ну как, ребят, ну как? Ксения, а как вам яблоки с медом? Мне мед очень понравился, а яблоко тоже понравилось. Просто говорите, оно не спелое. Оно спелое. Просто это кисло-сладкое яблоко. Мне вот это больше понравилось. Это сладкое, это женское яблоко. Я так понимаю, нужно кислое яблоко окунать в мед, да, и тогда будет вот этот… Да, да, да. И идет гамма вкусовая очень. Все, Игорь. А если в гречишный мед, немножко горчиночка есть, поэтому здесь вкусовые такие гаммы. Ну вообще, действительно, был медовый спас, впереди яблочник. Что, как ни яблоки в меду, да, должно быть основным блюдом на столе. Как вы, Юлия, могли прокомментировать яблоки с медом? Я вообще сторонник таких десертов. Такие десерты надо заменять вот конфеты и все остальное. Это надо менять натуральные вот такие сладости. Что может быть лучше – яблоко и мед? Конечно же, лучше это употреблять в первой половине дня. Перед сном не стоит, чтобы наша поджелудочная железа все-таки ночью отдохнула, а не вырабатывала инсулин, чтобы это все переработать. Но вообще, это десерт идеальный. Особенность – это там орешки, корица. Это замечательно. Владимир Александрович, ваш десерт вы только что похвалили, принимается. Аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. А еще я люблю запеченное яблоко не с сахаром, а с медом. Вот берете в микроволновочку или в духовочку, разрезаете сердцевиночку, две ложечки меда, но желательно мед весенний, который кристаллизуется, и в духовку, и он туда проникает внутрь, и вообще получается шедеврально. Райское наслаждение. Ой, Ксения, вам сегодня хорошо там, да. Не полезно. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо большое, Владимир Александрович. Вы как там уже Ксению накормите, можете возвращаться на диванчик, да. Спасибо большое. Ксения, а вот если вы готовы с нами общаться дальше? Да. Готовы, да? Там салфетки есть, если что. Но, в принципе, вы и в таком виде можете тоже с нами разговаривать. Это даже интересно. Скажите, а что вы делаете с яблоками, когда вот у вас их много? Как вы их заготавливаете? Я думаю уже о Рождестве. Знаете чего? Делаю эти сушеные, ну, сушки. Сухофрукты. Сухофрукты. Чтобы потом делать на Рождество узвар. Ну, там абрикосы. Что такое узвар? Узвар это... Компот. Компот. Да, ну просто называют узвар. Как вот с детства привыкли, да, для сочива. Для... Пшеница, вот пшеница отдельно и узвар. Как бы традиционное тоже блюдо. Я для этого сушу варенье или перетираю просто с сахаром. Но часто не доживает оно до зимы. Все съедают мои. А что делаете со свежими яблоками, кроме того, что так аппетитно их употребляете? Со свежими? Ну, вот пироги, видите, пеку. Так, пироги, понятно, кроме пирогов. Постоянно. Едим так. Вообще-то давно не запекала, надо запечь. Очень полезно, мне нравится запеченное. Я знаю, что вы хотели рассказать нам какой-то рецепт сегодня и даже показать его. Ну, рецепт с помощью яблок. И еще у нас есть вот такие шпажки. Это будет у нас канапе. А, канапе яблочное. Канапе, да. Это какой-то, наверное, сладкий такой вариант, десерт такой скорее. Ну, и немножко с сыром будет. Сытный вообще. Какие продукты вы будете использовать? Расскажите нам, пожалуйста, Ксения. Я возьму виноградик, мармеладик и, конечно, яблочки и сырочек. И мы сделаем такие вот на шпажках канапе. Дорогие друзья, пока Ксения начинает это все готовить, нарезать, мы будем пристально, конечно же, сейчас наблюдать за этим процессом. Я хочу напомнить тему нашей программы. У нас сегодня в прямом эфире яблочные страсти. Нам очень интересно, что вы готовите из яблок. Есть уже сообщение в Вайбере. Инна сообщает, что в этом году урожай небывалый, потому яблоками угощает соседей. Инна, хорошая идея. Аплодисменты для вас. Спасибо. Галина, ну, по традиции, сушит, замачивает, варит варенье. А вот Виктор написал нам, что он попробовал сделать яблочный уксус. Процесс пишет долгий, ждет, что получится. Вы пробовали когда-нибудь? Хорошая штука, да. Хорошая штука, наверное, очень долго, наверное, больше месяца, я думаю, это будет. Ну, около года. Около года делается? Это если нормальный уксус. А так просто брага будет. Виктор, обязательно сообщите потом и пришлите нам, ну, птылочку уксуса или там фотографию, да, как у вас получилось на самом деле. Ну, вообще приятно, что даже мужчины занимаются сегодня вот такими вот яблочными, кулинарными вот такими изысками. Ну, что ж, дорогие друзья, нам очень интересно, что вы делаете с яблоками, как вы их заготавливаете. Делитесь своими рецептами по телефону прямого эфира 34 22 43, и, конечно же, в Вайбере. Ну, а после рекламы мы попробуем, обязательно попробуем, канапе с яблоками и мармеладом, которое вот сейчас уже делает наша Ксения. А также расскажем, как правильно собирать яблоки и как их правильно употреблять после рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, Егора Вахара, я так люблю эту группу, что просто не могу удержаться. Еще раз давайте мы, да, поаплодируем этим ребятам. Спасибо вам большое. Вообще такое количество инструментов, которыми вы владеете, меня вот все время удивляет. И здесь идут-ка у нас и гитары, и вот эти все бубенцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это просто минимум. Но этот барабан, это вообще что-то удивительное. Это тоже минимум. Это тоже минимум. Я знаю, что Ксения очень хотела потом попробовать на нем поиграть. И на бубенца. Но на данный момент Ксения очень занята приготовлением канапе с яблоками, дорогие друзья. Вот совсем скоро, я думаю, что Игорь, Зося, Ирина, да и все ребят попробуют это блюдо. Действительно что-то такое интересное. И самое главное, очень хочется услышать, как же его прокомментирует это блюдо наш диетолог Юлия Гошкис. Но это чуть позже. Хочу напомнить, что тема сегодняшней программы, тема сегодняшнего прямого эфира – это яблочные страсти. Нам очень интересно, как вы готовитесь к яблочному спасу, какие вы придумываете рецепты яблочных блюд. Звоните в студию, пишите в Вайбер и обязательно участвуйте в нашем конкурсе. Сегодня мы разыграем пригласительный билет на выставку «Причудливые линии барокко» из частного собрания Сергея Путилина. Эта выставка проходит сейчас во дворце Румянцевых и Паскевичей. Но самое главное, что к этому пригласительному билету прилагаются еще и вот эти замечательные яблоки, которые вы видите сейчас на своих экранах. Это яблоки, которыми угощает наших телезрителей и гостей в студии. Вот наш гость, да, Владимир Мещерский. Вот эти аплодисменты, Владимир, для вас. Так что, дорогие друзья, 34-22-43. Звоните в студию и мы ждем ответ на вопрос нашего конкурса. От кого в известной русской народной сказке яблоня прятала брата и сестричку, мальчика и девочку? Еще раз. От кого в известной русской народной сказке яблоня прятала девочку и мальчика? Желательно назвать эту сказку и, конечно же, от кого? Ну, вот тут уже самые разные есть варианты. Я попрошу не подсказывать нашим зрителям. Пригласительный билет и яблоки ждут своего победителя. Казалось бы, вот что мы можем еще не знать о яблоках? Видите, этот вкусный, такой вот полезный фрукт, знаком каждому с детства. Тем не менее, вокруг этого райского плода продолжаются появляться разного рода мифы. И мы попробуем сегодня развеять некоторые из них. Вот есть несколько сообщений в Вайбере. Юль, вопрос, наверное, для вас. Анастасия спрашивает, правда ли, что яблоко полезно кушать на голодный желудок? Знаете, это спорный вопрос. Зависит все от изначального состояния человека. Если у человека все прекрасно с пищеварительной системой, можно чуть-чуть и через некоторое время позавтракать. Почему? Потому что любая кислота на голодный желудок может повреждать слизистую желудка. Поэтому если у человека, например, сниженная кислотность желудка, да, ему можно. Если это повышенная, то не рекомендуется. Спасибо большое. Подсказывает, что есть телефонный звонок с вопросом. Добрый вечер, вы в прямом эфире на телеканале «Беларусь-4». Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня к вам такой вопрос. У меня сахарный диабет, и хотелось бы узнать, можно ли мне есть сладкие яблоки, и если можно, то как часто? Спасибо. Спасибо за вопрос. Во-первых, это зависит от уровня сахара и изначально какой сахарный диабет. Рекомендуется, может, более кислые сорта яблока. И смотрите, яблоко – это по большей части фруктоза. То есть там сахара нет, это фруктоза. Нет, фруктоза – это тоже сахар. Но его больше можно, чем обычной глюкозы. Кто болеет с сахарным диабетом. Да, не часто, не злоупотреблять. Можно по чуть-чуть. То есть, в принципе, можно, но не сладкая сахара, я так поняла. Конечно, конечно. Ну, я думаю, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо большое, Юля, аплодисменты. А вообще, смотрите, дорогие друзья, ведь существует очень много поверий о том, что яблоки имеют вот такую целительную силу. Вот мне интересно, Юля, это скорее такой фольклорный миф, или всё-таки есть какие-то реальные основания считать, что вот эти вот райские плоды имеют вот какие-то уникальные свойства? Вопрос, на самом деле, очень важный. Да, основания есть, есть основания эти. Было много исследований. Конечно, мы понимаем, что это не волшебная таблетка, и яблоками ни от чего вылечиться нельзя. Но если мы берём это как основу здорового питания, то, конечно, чаще всего яблоки помогают... Кстати, да, было исследование, что яблоки помогают как профилактика инсультов и инфарктов. И на самом деле это абсолютно всё можно объяснить, потому что яблоко – это пектин, это клетчатка, которая затрудняет всасывание холестерина в кишечнике, следовательно, снижает уровень холестерина в крови и препятствует тромбообразованию. Подождите, вот это блюдо – яблоки в утке, которое Владимир Александрович предлагал, это как раз тот вариант? Нет, это нет, потому что любая термическая обработка клетчатки, она её убивает. Мне кажется, это очень ценная информация сегодня, кстати говоря. Мы об этом редко задумываемся. Спасибо. А все ли вообще яблоки одинаково полезны, Юля? Вот спрашивают наши телезрители и в Вайбере тоже. Зелёные, красные. Какие вот полезнее употребляют? Вообще самые полезные яблоки, я вам скажу, это вот эти вот, знаете, когда едешь по просёлочной дорожке, тут такие кривенькие деревья яблочные дикие стоят, и на них такие маленькие кислые твёрдые яблоки. Вот все в детстве, наверное, их пробовали. Вот это самые полезные яблоки. Серьёзно? Да. То есть вы хотите сказать, что то, что самое кислое, невкусное, самое полезное? Там больше всего, конечно, и витаминов, там больше всего вот этого пектина, и там больше всего антиоксидантов. Владимир Александрович, у вас есть ещё возможность переубедить Юлию сегодня, да, так же, как и Ксению, накормить её своими яблоками. Ксения, что вы хотели добавить? Юлия. Ой, Юлия, извините, что вы хотели добавить? Конечно же, ещё если сравнивать настоящие яблоки своего сада или покупные зимние, мы выбираем настоящие со своего сада. Выращенные в собственном саду. Спасибо большое. Мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Будем надеяться, это телезритель, который хочет получить сегодня такой подарок, приз от нашей программы. Это пригласительный билет на выставку «Причудливые линии барокко» из частного собрания Сергея Путилина. Напомню, выставка проходит в эти дни во дворце Румянцевых Паскевичей. И, конечно же, вот эти очаровательные яблоки, которые сегодня присутствуют в нашей студии. Итак, вопрос конкурса хочу напомнить для всех, от кого в известной русской народной сказке яблоня прятала девочку и мальчика. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Надеюсь, это ответ на вопрос конкурса. Давайте знакомиться. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Так, Ирина. Вы знаете ответ на вопрос конкурса про сказку? Да, конечно, да. Ну, в какой? Значит, «Прятали яблоки, прятали от Бабы-Яги сказка «Гуси-лебеди». Ой, «Гуси-лебеди». «Гуси-лебеди». То есть сказка называется? Сказка называется «Гуси-лебеди». «Гуси-лебеди». Ну что ж, правильно, это правильный ответ на вопрос. И вот этот пригласительный билет, и вот эти вот чудесные яблоки достаются вам. И эти аплодисменты в нашей студии. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Говорим сегодня про яблоки. И вот это вот такое вот самое красивое, что связано с яблоками в наших сказках – молодильные яблочки. Вот скажите, Юлия, может быть, кто-то тоже знает ответ на этот вопрос еще. А действительно ли яблоки имеют какой-то вот такой молодильный эффект? И я понимаю, что это не таблетка, вы уже сказали об этом. Но в принципе, скажем так, помогут ли они, например, стать моложе, краше, худее-выше, что называется? Худее могут. Выше навряд ли. Я скажу вам так, я не верю в молодильный эффект, я верю в эффект поддерживающий. То есть вылечить они вас не вылечат, они не сделают вас молодой, выше и красивее. Но если у вас все это есть, то при помощи яблок сохранить это можно. Я вот сейчас, может быть, какую-то тайну раскрою, но я все равно это сделаю. Я знаю, что вот Игорь, Зося, они в последнее время очень следят за своим здоровьем, внешним видом, периодически следят на диете. И мне вот, ребята, интересно. Кстати, результат замечательный, да. Спасибо. Мне интересно, яблоко входит в вашу диету? Ну, я хочу сказать, что я после пяти не кушаю, но если я съела яблоки, то мне очень тяжело. У нее развивается аппетит. Это мне очень сложно воздержаться. То есть яблоки вызывают аппетит? Да, поэтому я стараюсь во второй половине дня вечером яблоки не кушать. А я наоборот. У меня, получается, я могу там, ну, 5-6 яблок съесть и, в принципе, как бы этим перебиваю аппетит свой. 5-6 яблок за прием? Ну да. Не, ну не таких крупных, конечно, как сегодня мы здесь видим. Такие вот сейчас белый налив, например, в рассвете. Который на дороге растет. Еще, Наташа, я хочу... Обиделся, Владимир Александрович. Один момент сказать насчет молодильных яблок и вот этого волшебного, чудного действия яблок. Почему это возник миф? Это не миф на самом деле, потому что яблоко – это, наверное, единственный фрукт, который самодлительно может храниться. И поэтому, когда в зимний период, особенно в конце зимы, начало весны, нехватка витаминов, это единственный, может, фрукт, сохранившийся, который, ну, на тот момент имеет наибольшее количество витаминов и полезных веществ. А как вообще долго может действительно храниться яблоко? Вот если его правильно хранить, Владимир Александрович? Ну, это от сорта зависит. У нас есть некоторые сорта, которые хранятся 12 месяцев до нового урожая, без специальных, как говорится, условий, без газовой среды. А есть яблоки, которые вот поспели, и сразу они уже... И кушать надо сразу. Да, поэтому это зависит от сорта, это самое первое. Второе – правильная уборка яблока. То есть стадия спелости, я уже рассказывал в предыдущем сюжете, да, это тоже самое главное. И как снимать яблоки? Да, вот трусить яблоки нельзя, да? Ни в коем случае. Яблочко, яблочко, оно берется двумя пальчиками, да, ну, может, тремя, да, и поднимается вверх противороста. И оно отщелкивается тихонечко и аккуратненько ложится в корзинку, не в ведро бросается. Покажите, пожалуйста, еще раз, как надо снимать яблоки. Ну, яблочко растет вниз, да, как всегда. Вы его просто берете двумя-тремя пальцами, вот оно, да, так? Да, да, да. И потом вы поднимаете противороста, и оно чисто отщелкивается. И аккуратненько. И вот тянуть не надо. А съемкой? Потому что когда тянешь, что? Съемкой можно пользоваться? Ну, это у нас таких деревьев нет. У нас все деревья. Ну, то есть ей можно пользоваться, если, допустим, высокая дерева. Но лучше повернуть. Вы знаете, правильно. В съемке есть отверстие, если вы видели, да? То есть яблоко одевается в отверстие и поднимается вверх. И таким образом оно точно самую процедуру проходит. И съемкой нельзя тянуть сюда, нельзя там стучать, нельзя по ветке дергать, ломать. То есть круть это обычно перекручивают. А просто поднять и все. Ничего, да-да. Очень ценные советы, учитывая, что сейчас как раз начинается вот этот вот сбор яблок, мне кажется. И яблочко будет храниться гораздо дольше, чем то, которое будет снято с нажимами пальцев. Вот видите, на этих яблоках нажима нет. Хоть мы убираем где-то вот нас 8 человек, ну 5-6 тонн в день яблока они убирают. Представляете, каждое яблочко они держат в руке. 5-6 тонн это, ну, 500, 5-6 тысяч, да, получается, яблок, да, в день. И они их аккуратненько снимают. Ни в коем случае нельзя его тянуть и ни в коем случае нельзя его жестко бросать в корзину. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, а сколько яблок в день вы съедаете в сезон? Ну, полностью я, наверное, только съедаю после ноября месяца. Вот в ноябре месяце у нас традиция начинать кушать яблоки. Мы садимся смотреть телевизор, ну, реально можем 3-4 яблока скушать. До ноября месяца у меня чисто идет проба. Поймите правильно, чтобы вовремя его снять, чтобы оно хранилось, их нужно постоянно пробовать. А вот это постоянное пробование не дает возможности скушать целое. Ну, иногда как-то захочется, так и съешь его. Счастливый человек. Пробует, ходит, да. Ходит и пробует, ходит и пробует. Юля, вот действительно, в каждом народе есть такая пословица, да, по-своему она звучит. У нас, у славян, одно яблоко в день, типа это твой доктор. А какое вообще количество яблок, в принципе, полезно для человека, не вредно? Нету такой цифры, сколько полезно. Вы же понимаете, человек может быть 40 килограмм, человек может быть 90 килограмм. У них будет абсолютно разное количество яблок. У кого-то усвоилось 80% яблока, у кого-то усвоилось 30% яблока, это тоже. Но это, кстати, пословица есть везде, практически в каждом народе. Пошла она вообще из Англии, когда еще при королевском дворе врач советовал людям есть по одному яблоку в день. И они посмотрели, что действительно снижается уровень, процент заболеваний сердечно-сосудистой системы. И вот оттуда и пошла эта поговорка из Англии. Интересно, а вот есть ли у диетологов идеальный рецепт яблочного блюда? Много. Каким-нибудь можете поделиться? Конечно. Есть прекрасный яблочный пирог, делается, основа идет из овсяных хлопьев и цельнозерновой муки, которая, кстати, цельнозерновая мука, это прекрасная альтернатива белой муке, она намного полезней. Надо уже отходить от белой муки, она практически бесполезная. Идет два яичных белка и мягкий творог, жирность 3-5%. Обезжиренный творог брать не надо, это абсолютно бесполезный продукт. Как многие думают на диете обезжиренный или 1% нет. Там очень много крахмала, всяких заменителей, там чаще всего растительный жир, поэтому 3-5% это идеальная жирность для всех людей. Делается тесто, перемалывается овсяные хлопья, туда добавляется цельнозерновая мука, 2 белка, творог и замешивается мягкое тесто. Оно распределяется по форме и в духовку на 180 градусов, пока оно там подсушится, станет немножко хрустящим. В это время мы яблочки режем в кастрюльку, можно немножко воды, если они не водянистые, если они сочные, они сами выделят. Сахар можно, но я вообще предпочитаю заменители сахара. Я чаще пользуюсь стевией, это натуральный заменитель сахара. И немножко это проварить. Можно добавить агар-агар, либо желатин, если нет. Чтобы загустело. Да, и потом уже, когда это начнет остывать, в холодную основу залить и в холодильник. Такой холодный яблочный пирог. Спасибо, спасибо большое, очень интересный рецепт. Я думаю, многие наши хозяюшки захотят его попробовать. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Очень жаль, потому что мы о яблоках, мне кажется, можем говорить долго, долго, часами. И вот последние несколько минут Ксения, она, во-первых, она живет сегодня всю передачу. Она сегодня ест яблоки и перепробовала их огромное количество. Я очень рада, Ксения, серьезно, спасибо вам большое. Такой ценитель яблок, как вы, это дорогого стоит. Но вы приготовили канапе. Расскажите еще раз, покажите нам, поднимите, что это за канапе, покажите эту красоту. Я боюсь, что они попадают. Ну, поднимем. О, я фокусник, они не упали. Вот так вот, Ксения. Ну, за эту, за смелость вам аплодисменты. Напомните, что у вас, что у вас на этой бамбуковой палочке? Значит, яблочки, сыр, мармеладик и виноградик. Отлично. Можете, ребята, вы можете попробовать. После того, как споем. Да, Игорь, вот сегодня вы наш дегустатор. Я думаю, что эту прекрасную вот такую вот закуску мы попробуем все сразу после программы. Дорогие друзья, вот как говорится в известной пословице, яблочный спас ешь сейчас и про запас. Напоминаю, что яблочный спас будем отмечать в ближайшее воскресенье. Кстати, наши предки были уверены, что если в этот день съесть хотя бы одно яблоко, это обеспечит крепкое здоровье вам на весь следующий год. Ну, а если на яблочный спас, да угостить яблоком бедного человека, то следующий урожай будет особенно обильным. Ну, что ж, дорогие друзья, встречаем, ждем, ожидаем яблочный спас в прямом эфире вместе с Егоровой горой. Дорогие друзья, прямо сейчас. Поддержим. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, Егорова гора. Ну, что ж, программа «Добрый вечер» подходит к концу. Вот хочется пожелать наслаждения музыкой, августом и, конечно же, яблочным урожаем. И до новых встреч в прямом эфире. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok